Ратификация протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Вы знаете, что в ходе переговорного процесса была проведена большая работа по приведению российского законодательства в соответствии с нормами Всемирной торговой организации. Теперь необходимо использовать этот инструментарий, чтобы минимизировать риски для отдельных отраслей экономики и дать возможность работать, дать возможность инвесторам работать без потерь. В последнее время была серия консультаций с представителями деловых кругов и отраслевыми некоторыми сообществами. Вчера я также обсуждал эту тему с экспертами в рамках открытого правительства и поставил задачу, естественно, не только подготовиться, потому что в целом я считаю, что мы готовы, но и в дальнейшем мониторить ситуацию, смотреть за тем, как наша экономика будет меняться в контексте вступления в ВТО, но и в то же время, естественно, принимать необходимые решения. Должны быть доработаны и реализованы планы адаптации отдельных отраслей нашей экономики к условиям вступления в ВТО. Подчеркну, что, присоединяясь к ВТО, мы будем следовать достигнутым договоренностям, исполнять взятые на себя обязательства. Каких-либо других обязательств или новых обязательств мы, конечно, на себя брать не будем. И вчера во время встречи с экспертами я сказал, и сегодня хотел бы сказать, это очень важное дело, очень важный шаг, связанный с развитием нашей экономики, но он должен в полной мере отвечать нашим национальным интересам. Поэтому мы будем исходить из приоритета национальных интересов, естественно, выполняя те решения по вступлению в ВТО, которые мы на себя принимаем. В то же время необходимо сделать то, о чем было сказано в докладе Андрея Ромовича и в комментариях, которые дал Игорь Иванович Шувалов. Мы должны продолжить мониторинг, как я сказал, после вступления в ВТО, того, что происходит. Нам нужно будет научиться отвечать на действия наших партнеров, они же конкуренты, отвечать твердо и жестко в случаях необходимости обращаться к судебным процедурам, соответственно, создать для этого все необходимые условия, включая укрепление подразделений, которые занимаются членством во всемирной торговой организации. Это правильно, потому что это не только новый набор возможностей, но это и новый набор вызовов и проблем, с которыми столкнется не только наша экономика, но и структуры, отвечающие за ее развитие.